Приветствую вас! То, что вы описываете, обусловлено определенными процессами, в том числе и физиологическими. Существует так называемая феноменология сна. Феноменология сна – это тонкая грань между явью и сном. Феноменология сна – это тонкая грань между тем, что вы видите как бы наяву, но при этом уже ориентируйтесь на свой образ. Образ того, что вы представляете. Если в момент, когда вы не бодрствуете, вы видите это более ярко. А когда находитесь в состоянии между явью и сном, то видите как раз таки просто как более, так сказать, яркую реальность. И именно поэтому, потому что, значит, вы видите это как более яркую реальность, именно по этой причине. Значит, вы чувствуете прилив энергии, потому что вам кажется, что ваша мечта, ваша цель, она очень близка. И из-за этого, из-за того, что вам так кажется, вы чувствуете прилив энергии. То есть фантазии, которые у вас есть, они, эти фантазии, условно говоря, становятся очень реальными, как бы ощущаемыми. И именно из-за того, что эти фантазии становятся ощущаемыми, вы чувствуете прилив энергии. И вам кажется, что вот вы уже почти добились побольше, что вы хотите, почти уже у вас все получилось. И из-за этого вы активизируетесь. Я вам в этой ситуации могу сказать, что да, это нормально, так и должно быть. Вот, но это не идет на пользу вашей нервной системе. Это не идет на пользу вам, потому что у вас нарушается сон практически по сути дела и так далее. А если бы я рекомендовал вам заниматься визуализацией, значит, в другое время дня, в другое время суток, когда вы, может быть, не так выстримчивы к тому, что хотите, а не так остро чувствуете то, что вы хотите, и чтобы это не пагубно сказывалось на вашей нервной системе и на жизнедеятельности. Далее, визуализация своей цели, это очень здорово. Это хорошая такая техника, хорошее упражнение. Вот, но, на мой взгляд, визуализация вашей цели не приближает вас, как говорится, к самой цели. То есть, то, что вы визуализируете цель, это здорово. Вы молодец. Но здесь, скорее, нужен интенсивный подход для того, чтобы именно не визуализировать цель, а идти к ней. То есть, четкая цель, требования, условия, средства, разбития, распивка целей на задачи соответственно, и последовательное выполнение каждой из этих задач. Вот это, это, является здесь для вас самым главным. Потому что, ну, вы, естественно, не описываете всей картины, я могу этим предполагать, но предположу, что визуализация, это хорошо, чтобы вы четко представляли, что вам нужно делать для достижения цели, но тем не менее, ближе она при этом не становится. То есть, она становится ближе, но это фантомная ближе. Иллюзорная, то есть. То есть, чтобы она стала реальной, нужен когнитивный подход. Если вам в этом потребуется помощь, я думаю, что эксперт нашего ресурса, в том числе и я, по психологии, помогут вам это сделать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались ко мне, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...